В Израиле очередное обострение. После того, как власти стали проверять металлоискателям тех, кто хочет подняться на храмовую гору, начались волнения среди арабов. Как следствие, в палестинской автономии и еврейском государстве возобновились стычки между мусульманами и полицейскими. Подробнее расскажет Сергей Ауслендер. Очередной теракт произошел поздно вечером. Молодой араб проник в израильское поселение, ворвался в дом и напал на семью. Он тяжело ранил четверых, пока к месту побоища подоспел сосед, который обезвредил террориста. Мы обнаружили трех пострадавших в критическом состоянии. Еще одна женщина получила ножевое ранение в спину. Мы эвакуировали ее в ближайшую больницу и спасли ей жизнь. Трое раненых скончались по дороге в госпиталь. Террорист – 19-летний Умар Аль-Аббад из пригорода Рамалы. В своем завещании в фейсбуке он написал, к чему жить, если оскверняют Аляксу. Он имел в виду мечеть, одну из главных мусульманских святынь, расположенную на храмовой горе в Иерусалиме. 14 июля там произошел теракт. Три араба пронесли оружие и убили двоих полицейских. Власти установили на входах на храмовую гору металлодетекторы. Тогда мусульманская часть Иерусалима взорвалась. По всему городу начались протесты. Это смотровая площадка в еврейском квартале старого города. Отсюда прекрасный вид на храмовую гору и на арабские кварталы, примыкающие к Иерусалиму. Вот отсюда видно сейчас, что они начинают полыхать и в прямом и в переносном смысле. Настоящие сражения арабов и полиции развернулись в Иерусалиме и на палестинских территориях. В страже порядка летят камни, петарды и бутылки с бензином. Те отвечают слезоточивым газом и резиновыми пулями. В полиции и армейских частях, расположенных в этих районах, отменены отпуска и увольнительные. В столицу стянули части спецназа. На улицах города усиленные патрули. Полицейские Израиля продолжают работать в усиленном режиме. Естественно, работают все службы, все необходимые службы. Работают службы по борьбе с террором, особые подразделения. Работают оперативники, работают технологические и технические службы. Работают взрывотехники, кинологи. Естественно, делается все необходимое для поддержания общественного порядка. Очевидно, что установка металлодетекторов была лишь поводом для беспорядков. Подобные меры безопасности применяются в той же Мекке и ни у кого это не вызывает такой реакции. Мечеть Алякса открыта и функционирует, заявляют власти, но их никто не слышит. Исламские лидеры призывают к походу на Иерусалим, освобождать Аляксу.